всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодняшний выпуск опять посвящен мексиканской кухне однако тут меня недавно прикнули специально для евгения терешина минутка рекламы для приготовления сегодняшних так у я буду использовать вот эту замечательную говядину который купил в магазине каррифюр до которого доехал на автомобиле марки peugeot который заправлял соляркой на автозаправке репсоль готовить все это буду я под испанским солнцем а в испанию прилетел на самолете air france кстати не понравилось но это неважно и делать я это буду на гриле компании вебер а гриль мне нравится но это неважно использовать при этом буду уголь марки карко карбон фигедаль кстати купленный все в том же каррифюре куда ездил все на той же марки peugeot на автомобиле марки peugeot заправляемый соляркой на автозаправке репсоль продукты я буду резать ножом компании самура вот этим карбон movie потому что заточку классно держит и проделать все эти процедуры и я буду на вот такой клюеной доске не знаю производителя покупал в лерой мерлен ну ты уже понял да ко всем обращаюсь мне судя по всему срочно нужен рекламный агент который вегал бы собирал бы со всех этих компаний много названных деньги а то чё это я рекламирую а где деньги те деньги зин и начну с разжигания угля конечно же в стартере компании вебер итак мексиканская уличная еда скорее даже закуска так у сам я в мексике не был поэтому об аутентичности рецепта судить не могу и все мои знания подчеркнут так сказать из открытых источников у нас здесь под боком есть одно заведение мексиканская кухня в котором я частенько бываю мы там кстати даже с моими малолетними операторами даже один выпуск снимали рассказывали про школы испании начну кстати надо нарезать овощей мелким кубиком так вот в этом заведении подают так а разные и мне нравится там перекусывать я подумал чем самому подобное не приготовить ну помотил так сказать сейчас я нарезаю овощи для сальсы сальса это не рецепт в переводе с испанского это просто соус в данном случае это по сути салат из овощей нарезанных вот таким вот кубиком мелкий прям скажем набор овощей составляете на свой вкус естественно у меня в него входит ну как вы видели помидоры сладкий перец светофор красный зеленый желтый и лук лук тоже взял сладкий вчера когда разуму над рецептом писал сценарий то забился такую фразу вот у нас чили перца нет поэтому я решил обойтись только вот этим халапеньо но сегодня магазине чили перец был так что все по взрослому а халапеньо тем не менее тоже добавлю он маринованный поэтому добавить не только строки но и кислинки ну и просто яркости вкуса ну и конечно вот этот салат сальсу надо чем-то заправить традиционно в него отправляется только оливковое масло и сок лайма или лимона на мой вкус это скучноватая заправка поэтому я хочу приготовить соус винегрет я вам показывал уже вот в этом выпуске если пропустили смотрите только в отличие от этого выпуска вместо бальзамика я использую вот этот замечательный лайм и выдавить его полностью до капли теперь сладкая горчица и масло оливковое ароматное сразу немного соли и перемешать как следует отлично согласен горчица мексиканском соусе как ну не очень аутентично ну я же готовлю так сказать по мотивам все заправка отправляется к овощам и перемешать да вот она просто супер значит так одна начинка готова угли разгорелись можно приступать ко второй поехали высыпаю и разравниваю а теперь решетку сюда с чугунным рашпером не то чтобы сегодня обязательно нужен был рашпер но в кадре смотрится посимпатичнее согласитесь прежде чем выкладывать мясо надо решетку раскалить чтобы проконтролировать готовность такого толстенного куска воспользуюсь термометром щуп загоню в центр и сразу же посолю хорошенько со всех сторон как следует вообще конечно если вы работаете в ресторане какому-нибудь мангальщиком или стейки с утра до вечера на раш пережарите то термометр вам вроде бы ни к чему и так рука набита а если вот как я в лучшем случае раз две недели то и в три термометр очень классная штука прям поможет не спалить и не оставить все сырым решетка явно уже очень горячая так что положу мясо сразу же жирком вниз пусть подтапливается и накрою крышкой кусок у меня почти квадрат в сечении так что запекать его буду поочередно с каждой стороны сниму его с угля когда температура центре куска достигнет 56 градусов до готовности до полной он дойдет уже на собственном тепле на остаточном на самом деле это мясо такого качества что его есть можно даже сырым нарезать тоненько и пустить его на карпаччо но я хочу все же немножко подпалить для вкуса для аромата для внешнего вида в качестве третьей закуски хочу приготовить гуакамоле вернее так не хочу готовить гуакамоле я хочу увидеть на столе гуакамоле но я вам уже дважды показывал во всех подробностях как его готовлю поэтому третий раз готовить нет никакого желания на камеру но если вас просто отправлю в эти ролики смотреть подробности многие могут возмутиться очень многие за хотят все увидеть в одном ролике поэтому покажу здесь но так сказать факультативно очень кратенько беру спелый авокадо разрезаю удаляю косточку мякоть в чашку и разминаю в труху а теперь заправляю овощами практически теми же самыми которые я использовал для сальсы немного пробую чеснока помельче вот так сюда его теперь сок лайма вот так вот лук с помидорами соль и масло и перемешать хорошенько кстати пора уже вертеть мясо отлично но прежде чем вертеть надо смазать сливочным маслом растопленным это придаст дополнительную яркость вкуса супер просто супер вот теперь можно перевернуть смазанной стороной вниз а верхнюю тоже прям сейчас смажу и пусть дальше готовится на мой вкус использование сливочного масла очень важно именно сливочного дело в том что она придает яркости мясу добавляет вкуса за счет того что у массы содержится лактоза молочный сахар реакция майяра ну то есть реакция белков резусы сахаров при нагреве идет гораздо сильнее мощнее и корочка получается на мясе вкуснее да кстати опять про майя рассказал да да это реклама анри майяра я вам всем мозг проклевал уже майяра вот эта реклама а между тем пора в очередной раз мясо вертеть вернее сначала смазывать маслом а затем вертеть отлично какая красота и перевернуть и эту сторону тоже смазать уже совсем скоро все будет готова потерпите немного и вы потерпите операторы тоже голодные осталось на потыне стороне поддержать и все будет готово пока мясо допекается подготовлю лепешки на этих двух так у меня будет с сыром и мясом сыр надо немного подплавить в гриле это у меня купленный уже натертый смесь гауды и чеддера если он это зачем-то надо она остальные ничего пока класть не буду а то размокнут так ну и что тут все может снимать очень очень красивый кусок но его надо сразу же закутать фольгой чтобы не остывал внутри доготавливался на остаточном тепле и сейчас конечно часть теплоты уйдет атмосферу а часть все-таки проникнет внутрь как для 2 чела да я хочу поджарить вот эти колбаски я назвал их классическим белыми франкфуртскими но это будет неправда готовил их вчера там все просто говядину и свинину смешал превратил в фарш дважды пропустил через мясорубку после чего добавил поваренную соль фосфаты кстати фосфаты фосфаты же мне из магазина ем колбаски как же это я вначале то не прорекламировал ваш меня не простит фосфаты из магазина ем колбаски реклама так вот пропустил через мясорубку дважды добавил фосфаты из магазина ем колбаски добавил поваренную соль добавил пряности тоже из магазина ем колбаски после чего добавил лед в блендере превратил в эмульсию и набил оболочки да так вот получившийся эмульсию однородной даже с пьяным не назвать набил я ее в череву творил с увиди да что что будешь делать опять забыл сует компания или модель не знаю клар стейн тоже реклама так пора уже с кстати лепешки сыром сюда отправить пусть плавится да так вот отварил с увиди при температуре 70 градусов в течение двух часов после чего их охладил быстро под холодной водой из крана не помню какой компании потом посмотрю тоже рекламирую в холодильник липкер по моему тоже забыл отправил холодильник ну ладно холодильник не буду рекламировать давайте уже мясо нарежу видите как температура поднялась вот она красота просто супер и ровно то что я и хотел и вот эти замечательные кусочки отправлю сразу на лепешки буквально на 30 секунд под крышкой чтобы чуть-чуть прогрелись все снимаешь огня это парочка с колбасками и глукамоле колбаски довольно острые глукамоле немного потушит пожар вот эти горячие с сыром тут остроты наоборот не хватает поэтому халапе не будет в тему и парочка овощных с сальсой а начну я с вашего позволения с пива с мексиканского холодного освежающего надо же освежить пупыржики она безалкогольные будем считать так ну и начну я пожалуй с тако консальчича обожаю глукамоле сочетание с этими колбасками я их сделал более значительно более острыми чем обычно франкфуртские глукамоле просто класс так но теперь в тернее перейдем то есть говядине с острым и маринованным острым халапеньо мука очень классное мясо со вкусом дымка ну практически стейк очень сочная халапеньо не такой острый как мне бы хотелось еще бы поострее он больше кислый чем острый но это издержки того халапеньо который здесь есть нет я еще раз откушу кусок извините еще и сыр добавляю такой классной сладкости немножко остринки класс так еще раз освежить пупырышки и так как он сальса ну по сути салатик это конечно готовил на целый полк своих операторов но так мне на самом деле достаточно двух таких вот такосов одну с вот этим сальсой салатом а вторую с мясом или с сосиской трех ладно трех вот на мой взгляд такой простенький рецепт основное достоинство как я вижу это то что на одном гриле единомоментно можно приготовить различных такос на любой вкус и для любителей колбасок и для любителей стейков и для вегетарианцев не дай бог конечно но для любителей салатов так скажем в общем пробуйте предлагайте свои варианты и кстати скажите что еще вам порекламировать может быть вот майку я постараюсь выяснить производитель рекламирую или плитку на которой стою тоже производитель выясню и могу порекламировать спасибо за компанию всем пока спасибо за просмотр!